Вы смотрите новости на шестом канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. 15 ДТП за выходные. Как сообщает госавтоинспекция, в авариях на дорогах области за три выходных получили травмы с 17 человек. Один погиб. Трагедия произошла в Меленковском районе. Вечером 5 ноября на автодороге Меленки-Муром сбили 62-летнего мужчину. В населенном пункте деревни Паново водитель, управляя автомашиной «Шкода Йети», совершил наезд на пешехода, мужчину, который находился на проезжей части дороги. От полученных телесных повреждений он скончался. Необходимо отметить, что в момент ДТП на погибшем отсутствовали световозвращающие элементы. Неизвестно, переходил ли он дорогу или находился на проезжей части без цели перехода. Это все будет установлено в рамках следственных действий. Самым аварийным днем оказалась суббота, 3 ноября. В этот день в области произошло сразу 8 ДТП. Не обошлось выходные и без пьяных аварий. Происшествия с участием водителей под шофе случились в Александровском, Собинском и Кольчугинском районах. В результате этих происшествий травмы получили 7 человек. И только по счастливой случайности обошлось без погибших. Самая серьезная авария произошла в понедельник вечером в городе Кольчугино. Как установили сотрудники госавтоинспекции, 28-летний водитель «Ладо» управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. 28-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2114, при повороте выехал на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной «Газель». В результате происшествия травмы получили оба водителя, а также 21-летний пассажир автомашины «Ладо» и 58-летний пассажирка автомашины «Газель». Инспекция по труду оказалась бессильна. Ее сотрудники пытались провести проверку на одном из предприятий «Суздаля». Поводом стало обращение мужчины, который утверждает, что его отказались трудоустроить официально, а потом и вовсе попросили за дверь. Мужчине посоветовали идти в суд. Почему? Разбирался Константин Миронов. Игорь Савельев сидит без работы больше месяца. По словам мужчины, уволили его без объяснения причин, как говорится, одним днем. Мы рассказывали об этой ситуации в сентябре, сразу после выборов. Тогда мужчина был уверен, начальник лишил его места только из-за того, что он неправильно проголосовал на сентябрьских выборов. Руководитель компании Михаил Бендюрин баллотировался в горсовет Суздаля. Игорь Савельев пожаловался в трудовую инспекцию, но и там помочь не смогли. Прошло время, около месяца, после чего я просто получил письмо от трудовой, где мне разъяснили, что он бендюрин, уклоняется от проверки, что на него возбуждено дело об административной ответственности. И мне предлагают просто обратиться в суд, написать заявление. Сам мужчина признается, на предприятии работал плотником, неофициально. Но теперь Игорь хочет, чтобы его трудовые права восстановили. Никаких документов о том, что он был трудоустроен, на руках нет. Но то, что на смену он ходил, могут подтвердить коллеги, которые сами, как говорится, работают на птичьих правах. Ну, пацан нормальный, работал на этом. Нормальный. Претензий не было? С моей стороны, по крайней мере, нет, как к работнику. Я же тоже тут... Ну, помимо. Постольку, постольку. А вы официально работаете, нет? Не, тут, наверное, официально. То, что Игорь работал на предприятии, подтверждают и табели в руках его бригадира. Константин Дмитриев рассказывает, плотник работал у него в бригаде. Но сейчас бригадир и сам без работы. В штат компании его так и не взяли. К нему были обращения со стороны, как бы, ну, ребят, кто со мной работал в моей бригаде. То есть, как и ко мне, и к нему. То есть, я к нему подходил, обращался насчет официального трудоустройства. Он, на что нам ответил, что это ему невыгодно. То есть, ну, видимо, то есть, невыгодно тем, что он этим избегал, уходя от налогов. Не настроен Михаил Бендюрин общаться не только с подчиненными инспекторами труда, но и с журналистами. При прошлой встрече в съемочную группу он просто выставил за дверь. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Ты видишь, что канал. Ты высадываешь? Нет, нет, мы не можем разговаривать. Выйдите за дверь. Не выйдите к нам? Нет, нет, выйдите за дверь. Обманутые люди намерены обращаться в суд для разрешения вопросов по закону. В инспекции труда нам сказали, что оштрафовать Бендюрина за отклонение от проверки смогут только служители Фемиды. По результатам проверки, если доводы заявителя подтвердились, то, что его трудовые права были нарушены, соответственно, принимается решение о восстановлении трудовых прав, нарушенных непосредственно. И, соответственно, работодатель уже привлекается к административной ответственности за выделенные нарушения. Если ваши трудовые права были нарушены, стоит обратиться с заявлением в трудовую инспекцию. Тогда на предприятии пройдут проверку. Пока никаких заявлений от подчиненных судовского депутата, кроме Игоря Савельева, в трудовую инспекцию не поступало. Сейчас мужчина готовит документы для суда, чтобы на законном основании его восстановили в должности и выплатили деньги за вынужденный прогул. А также сделали отчисление в пенсионный фонд за время, пока он работал на предприятии Михаила Бендерина. Константин Миронов, Егор Хребко и Дмитрий Журавлев. Шестой канал. Обшарпанный фасад, перекошенные водостоки и аварийная детская площадка. И все это в самом центре города. Жители одного из домов на улице Дворянской никак не могут добиться ни наружного, ни внутреннего ремонта. А управляющая компания не обращает внимания на предписания надзорных органов. Когда жителям ждать ремонта, попыталась выяснить Оксана Любимова. Черные пятна на фасаде, перекошенные водосточные трубы и аварийная детская площадка во дворе. Свой дом на улице Дворянской жители называют не иначе, как городским позором. Люди недоумевают до золотых ворот рукой подать. А на их здание не только со двора, с центральной улицы смотреть страшно. Ремонта жители не могут добиться уже много лет. Ремонт фасада, об этом в первую очередь должен думать город. Это лицо города. Почему у нас в стране происходит так, что если человеку повезет позвонить на прямую линию президента, то что-то сдвинется с места. А если не повезет, то надежда или вот срывать голос, портить отношения. Люди говорят, в доме 1938 года постройки никогда не было капитального ремонта. Большинство собственников исправно платят за техническое обслуживание и текущий ремонт. И уже не раз обращались в управляющую компанию с просьбой привести здание в порядок. Когда дождь идет, и все течет мимо. Поправить это, допроситься невозможно. Со слульки нависают зимой такие, что страшно просто выходить. И то же самое, звонишь и бьешься. Невозможно что-либо добиться от управляющей компании. Дом обслуживает МУП, городская управляющая компания. Еще летом жители вместе с общественниками пожаловались на нее в управление ЖКХ. В ходе проверки инспекторы зафиксировали аж 20 нарушений и выдали предписание устранить недостатки до 20 сентября. Однако некоторые работы, в том числе по теплоизоляции труб в подвале, начались только сегодня. Должно быть вот такое утепление для того, чтобы люди получали нормальную коммунальную услугу. Они на сегодняшний день, она остывает, пока до них дойдет, она остынет. Мы приехали, поэтому начались работы срочные. Вот это все, этого не было. Мы здесь были 1 ноября. Сегодня же, по словам общественников, к дому привезли урны и начали ремонт лестницы у подъезда. Только вот сколько продержатся такие ступеньки, большой вопрос. Думаете, оно будет стоять, это крылечко? Ну, это то же самое, это деньги на выброс. Сегодня уже минусовая температура. Этот раствор, который они там кладут, он просто отпадет. В управляющей компании отвечают, от устроения нарушений не отказываться. Из 20 пунктов предписания осталось выполнить 7. Но разобраться со всеми быстро не получается. Например, жители жаловались, что на первом этаже первого подъезда нет отопления. Но директор поясняет, батареи здесь никогда не было. Они готовы поставить радиатор, но на такую работу нужно время. Это тепловая защита подъезда. Но дом был построен без этого радиатора. Соответственно, мы сейчас должны каким-то образом его установить вновь. А чтобы его установить, необходимо пройти определенную процедуру. То есть надо понять, откуда его запитать, чтобы не посадить этот стояк. Мы это готовы сделать, но на эти работы нам необходимо время. То, что детская площадка находится в аварийном состоянии, в управляющей компании тоже не спорят. Людям предлагали демонтировать сгнившие конструкции. Жильцы, по словам директора, сами попросили оставить все на месте. Будем новым кровельным железом делать спуск с горки. Мы как бы руководствуемся позицией жителей. Они сказали оставить эту детскую площадку. Мы ее, соответственно, оставили. В данном случае, если будет подниматься вопрос по ее полной замене, тогда мы, как управляющая компания, по жилищному кодексу обязаны ее демонтировать до принятия жителями решения об установке новых элементов детской площадки. Но на это необходимо финансирование. Что касается водостоков, то менять их сейчас управляющие компании не собираются. Их обещают привести в порядок вместе с капитальным ремонтом крыши, который начнется в январе следующего года. Тогда из-за сложности работ жители последнего этажа придется на время переселять в маневренный фонд. Оксана Любимова, Александр Мажаров, 6 канал. Что ждет Владимира Суздальский музей-заповедник и кто может его возглавить? Эти вопросы в выходные обсудили на встрече общества друзей Владимира Суздальского музея-заповедника. На нее пришли деятели науки и культуры, представители общественных организаций, ветераны музея и простые горожане, неравнодушные к судьбе музея. Напомню, 2 ноября генеральный директор музея Игорь Конышев в соцсетях заявил о своем уходе. Он подтвердил нашему каналу, что получил от Министерства культуры предложение заняться новым проектом. За два года работы к деятельности Игоря Конышева в общественности возникало немало вопросов. В их числе отсутствие четкой концепции развития, закрытие детского музейного центра, сокращение ряда научных сотрудников и осовременивание исторических экспозиций. Мы в мае промежуточные итоги подводили, утрачены. Там, по-моему, 22 экспозиции, которые были разобраны, и их нет просто-напросто. И в плачевном состоянии некоторые другие. Под угрозой музея природы, под угрозой и в плохом состоянии дома музея Столетовых. Никакого контакта, никакого диалога. Мы написали, ну, я не ошибусь, есть несколько десятков писем в разные инстанции. В общем-то, ничего почти не добились, никаких вразумительных ответов. И мы решили, что теперь надо действовать по-другому. Надо добиваться отставки Игоря Конышева. И мы воспринимаем вот эту отставку как выполнение нашего требования. В выходные на очередное заседание общества пришли 66 человек. К одним из важных пунктов обсуждения была ситуация в музее после ухода руководства. Общественники решили написать письмо в Министерство культуры, в котором предложили основные критерии, которым должны соответствовать кандидаты на должность генерального директора музея. Это профессионализм, опыт работы в музейной сфере, хорошая репутация в музейном сообществе. Такого директора, который бы согласился хотя бы повстречаться с общественностью, ну, или хотя бы воспринять те идеи, которые у нас были. А потом уже совместно решать, как восстанавливать, что-то восстанавливать, что-то безвозвратно устрачено. Но я надеюсь, что будет директор, который все-таки прислушается, и Министерство, задумываясь о последствиях, все-таки, наверное, изберет такой путь. Именно в Венкульте будут решать, кого назначить на должность нового руководителя. Когда у музея появится новый начальник, кто это будет? Официальный запрос мы направили в Министерство и ждем ответа. Пока обязанности руководителя музея исполняет Мария Родина. Известно также, что почетный президент Владимира Суздальского музея-заповедника Алиса Аксенова, которая полвека руководила музейной империей, предложила в качестве кандидатуры предыдущего руководителя музея Светлану Мельникову, директора Херсонеса Таврического. Это предложение поддержали многие ветераны, нынешние сотрудники музея и общественники. Подписи в поддержку кандидатуры Мельниковой направят в Министерство культуры. Нам также удалось связаться с самой Светланой Мельниковой. И вот, что она нам ответила. Прежде всего, я хотела бы выразить слова искренней благодарности ветеранам и сотрудникам музея-заповедника, обществу друзей музея, деятелям культуры Владимирской области и всем тем, кто дал такую высокую оценку моей работы. Выше награды представить для себя я не могу. Владимир Суздальский музей-заповедник всегда был, есть и будет родным для меня. Мне не безразлична его судьба, как может быть не безразлична судьба родного дома, семьи. Что касается назначения на должность директора Федерального музея, это полномочия Министерства культуры Российской Федерации. Прописано там же, где и живет. Вопрос с почтовым адресом жительницы села Богослово Татьяны Макаровой решен. Причем, как выяснилось, давно. Эту историю мы рассказывали в конце октября, когда к нам обратилась Татьяна Макарова. Женщина утверждала, что прописано по одному адресу, а судя по выписке из Единого госреестра недвижимости, адрес у нее другой. Путаница была и в налоговых уведомлениях. Чтобы разобраться в ситуации, мы направили запрос в Росреестр. Специалисты ответили, что раньше недвижимость Макаровой действительно была зарегистрирована по другому адресу. Но после ее обращения в 2016 году в базу данных внесли поправки. То есть уже более двух лет женщина прописана, зарегистрирована и живет по фактическому адресу. К вашему обращению приложена выписка из ЕГРН, датированная 16 марта 2016 года. На момент предоставления данной выписки Макарова с заявлением о повторной выдаче нового свидетельства о госрегистрации права не обращалась. Заявление о повторной выдаче нового свидетельства о госрегистрации права поступило 27 апреля 2016 года. И 28 апреля 2016 года были внесены изменения в ЕГРН. Прямо сейчас коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. Ренат Чигаев уходит в отставку. Заместитель губернатора по строительству написал заявление по собственному желанию. Указ об освобождении его занимаемой должности с 6 ноября 2018 года подписал глава региона Владимир Сипягин. Напомним, в октябре губернатор уже фактически оставил Чигаева без работы, распределив его обязанности между другими замами. В регионе нарушают требования лицензии и неправильно обращаются с опасными отходами. Прокуратура области проверила, как предприятия и организации региона соблюдают законодательство, связанное с обращением отходов первого и второго классов опасности. Всего в 2018 году выявили 110 нарушений. В суд направили два иска, внесли 54 представления. 38 должностных лиц привлекли к дисциплинарной, а 26 к административной ответственности. Большинство нареканий у прокуратуры вызвало неправильное хранение использованных ртутных ламп и ртуть, содержащих отходов. В числе нарушителей только во Владимире оказались детские сады, школа, роддом и несколько городских больниц. Закроют для ремонта. ФКУ «Пордор», Москва, Нижний Новгород предупреждает автомобилистов о перекрытии М7. В ночь 7 ноября на 154-м километре федеральной автодороги в черте города Лакинска будут монтировать пролет надземного пешеходного перехода. Работы займут несколько часов. С часа до четырех проезжую часть сузят до двух полос, по одной в каждом направлении. Транспорт будет двигаться со скоростью до 40 км в час, а в 2.30 движение на участке полностью перекроют. Правда, всего на полчаса. Еще одно ограничение движения. Завтра, 7 ноября, коммунальные службы ограничат движение по улице Урицкого. Это будет связано с запланированными работами по обрезке аварийных деревьев. Они продлятся с 9 утра до полудня. Перекрыта для проезда и улица Офицерская. Там застройщик прокладывает к новым домам коммуникации. На время работ власти предлагают воспользоваться путями объезда по проспекту Ленина и улице Разина. Прокладку коммуникаций планируется завершить в течение недели. Суздаль вошел в топ-5 малых городов России, популярных для ноябрьских путешествий. Рейтинг составил один из российских сервисов бронирования жилья. В среднем туристы приезжают в Суздаль на полторы ночи и тратят на аренду жилья более 3000 рублей в сутки. В эти праздники для самых длительных турпоездок отдыхающие выбирают Карелию. Для самых коротких – наш город-музей. При этом аренда жилья в Суздале оказалась самой высокой по стоимости, а дешевле всего отдохнуть получится в крымском Бахчисарае. В этом году празднование Дня Народного Единства решили отметить. С историческим размахом. На площади Победы развернулся бой за освобождение Москвы от поляков. Это событие и положило конец мути 4 ноября 1612 года. У дружины реконструкторов Русичи и Змелинок в ход пошли не только мечи и копья, даже пушки и мушкеты. Не обошлось и без подарков. Начальник регионального штаба юной армии и представитель отделения боевого братства Павел Григорьев передал в строящийся во Владимире храм благоверных князей Владимирских икону святителя Луки Крымского – подарок мэра Симферополя Игре Лукашева. А вместо парада боевой техники и марша военных подразделений в этом году перед зрителями выступило боевое братство. В Владимире к вечному огню вместе с владимирцами возложили цветы губернатор Владимир Сипягин, председатель Заксобрания Владимир Киселев, мэр Ольга Деева и глава администрации Владимира Андрей Шохин. Затем официальное празднование Дня народного единства продолжилось в Суздале. Спаса Ефимева монастыря у мемориала князя Дмитрия Пожарского митрополит Евлогий совершил ежегодный молебен. Первые лица области возложили цветы и венки. Губернатор Сипягин особо отметил военно-патриотическое движение юной армии. Сегодня оно объединяет свыше 300 тысяч юношей и девушек со всех уголков России. Во Владимирской области созданы более 20 подразделений юной армии. В них состоит 2500 ребят. Они, участвуя в этом движении, служат Отечеству и показывают пример всем нам. И поэтому мною было принято решение, и я подписал указ о присвоении Владимирского отделения юной армии имени Дмитрия Михайловича Пожарского. Это даст новый импульс для движения этих ребят вперед. А председатель ЗАГС Собрания Владимир Киселев отметил, что важно не забывать свою историю и опыт прошлых поколений. Именно на территории Спаса-Ефимьево монастыря в 2002 году впервые начали праздновать День народного единства во Владимирской области. А уже в 2005-м праздник стал общегосударственным. Это очень важно, чтобы все сегодня были вместе. И у нас очень много проблем, в том числе во Владимирской области. И мы с вами прекрасно понимаем, что только вместе можно решать эти проблемы. Игорь Липский, 6 канал. Игроки волейбольного клуба «Владимир» в ноябре и декабре могут остаться без зарплат. Несмотря на хорошие результаты в рамках чемпионата России в высшей лиге «Б» после шести игр, в этом сезоне у Владимирского клуба шесть побед, у Владимира остаются проблемы с финансированием. Напомним, в этом году клубу в два раза урезали бюджет. В августе администрация города дополнительно выделила 2 миллиона, но этих денег уже не хватает. Сейчас клуб ищет финансирование от бюджетных и внебюджетных организаций. С финансированием сейчас везде туго, поэтому мы не драматизируем ситуацию. Работаем, ищем деньги, ищем финансы как бюджетные, так и внебюджетные источники. Поэтому не зациклились на этом. Хотя, конечно, положение весьма трудное. В ноябре, в декабре мы сейчас входим без денег на заработную плату для команды, для клуба. Но ничего страшного, работаем в этом направлении. По результатам четвертого тура чемпионата России в нынешнем сезоне клуб «Владимир» оказался на первом месте турнирной таблицы. Всего после шести игр команда набрала 18 очков. На один мяч от наших волейболистов отстает команда из Южно-Сахалинска. С ней клуб «Владимир» встретился в пятом туре 17 ноября. По словам Андрея Булгакова, в этом году Владимир нацелен показать свой лучший результат. Для нас сейчас важен спортивный результат показать, потому что благодаря хорошо поставленному тренировочному процессу, благодаря хорошо подобранным игрокам команды у нас пока получается показывать яркую, содержательную игру, чем радуем своих болельщиков. Поэтому надеемся, что они довольны нашей игрой. И это все, о чем вам успели сегодня рассказать. Еще больше новостей ищите на нашем сайте 6tv.ru и в наших группах в социальных сетях. Ну а я прощаюсь с вами. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. Сегодня ночью у Владимира будет ясно и без осадков. Температура воздуха опустится до плюс 1 градуса по Цельсию. В Владимирской области завтра будет малооблачно, без дождей, а столбики термометров покажут 3-5 градусов тепла. Ветер юго-западный со скоростью до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 80%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова